итак здравствуйте я прямом эфире в инстаграм и пока народ собирается я сделаю краткое обращение к тем кто будет смотреть это видео в записи то есть если вы смотрите сейчас меня не в инстаграм значит вы смотрите меня в записи где-нибудь другой социальной сети и для тех кто не знает предысторию этого прямого эфира я вкратце расскажу что перед тем как сделать прямой эфир по мясу я рассказал одну историю своей жизни когда-то у меня был такой период когда было крайне безденежье и ну есть было собственно нечего несколько месяцев я перебивалась хлеба на квас но однажды мне подфартило и мне подвалило много бесплатного мяса я обрадовалась и стала есть это мясо каждый день несколько раз в день я его ела 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 и однажды случилось и вот что однажды случилось это собственно и была тема моего поста я спросил у своих подписчиков что они думают по этому поводу что случилось со мной после того как я несколько дней подряд несколько раз день ела мясо и сегодня у меня обзор комментариев моих подписчиков что они мне ответили сначала я сделаю обзор комментариев в инстаграме так как собственно эфир идет в инстаграме а потом я расскажу о тех комментариях которые я прочитала и других социальных сетях и так я вижу что уже народ у меня в инстаграме собрался поэтому я могу начать свой эфир про мясо и так дорогие мои друзья сначала наверное я расскажу вернее скажу сама что произошло со мной а потом обращусь к вашим комментариям и сделаю такой кратенький обзор и так после того как я долго и упорно ну как долго наверное это продолжалось не больше одной недели то есть это точно было несколько дней в пределах одной недели может быть 45 дней может 6 сейчас уже не помню но точно не больше недели после того как я около недели ела практически одно мясо у меня у меня действительно случилась интоксикация но она не была в такой тяжелой степени как это описываете вы в комментариях то есть у меня не было мне не отказали почки у меня не ухудшилось настроение у меня не не заболели суставы не заболела голова у меня не случился запор меня просто стала тошнить от этого мяса я просто не могла на него смотреть я не могла вообще даже его нюхать и при одном только запахе этого мяса или даже взгляде на него у меня был рвотный рефлекс вплоть до ну почти до наступления рвоты и я поняла что я больше не могу вообще смотреть на этот продукт и я его благополучно отдала тем кто в нем нуждался то есть да это была самая настоящая интоксикация и она сопровождалась исключительно только тошнотой но тошнота это тоже признак интоксикации поэтому в принципе те кто написали что у меня было интоксикации они были правы но правда в комментариях было много лишнего поэтому я сидела смотрела смотрела и так не могла определиться все таки кто же дал наиболее наиболее такое четкое описание моего состояния ладно я думаю это не суть важно главное что практически все подошли к этому к этой истории с полным пониманием ситуации то есть вы вы в теме вы вообще молодцы вы прекрасно все понимаете что бывает с человеком когда он начинает злоупотреблять каким-нибудь продуктом ну вот вы пишете что да из-за большого количества мяса случится интоксикация с головной болью тяжести в животе и это пишет очень многие люди на самом деле как-то мне удалось обойтись без головной боли без тяжести в животе тут вспоминают историю что приговоренного к казни кормили мясом и он умирал жутких муках вот я понимаю что действительно наверное это точно имеет место такой вид казни потому что я представляю что происходит с человеком когда он терпит такое жуткое самоотравление вот от тяжелого продукта ну и тут идут еще разные объяснения этого этой ситуации что это было образование большого количества слизи токсинов в организме невозможностью усвоить огромное количество животного белка того чтобы было мало клетчатки и пошла нагрузка до снизилась ферментативная работа жкты и пошла нагрузка на поджелудочную железу вследствие неполноценного расщепления и переваривания белков произошло отравление организм интоксикации ну пожалуй вот этот ответ наверное самый такой близкий бриллиант написала кто-то пишет что моем теле произошла трансформация и я поняла что как раньше жила больше не будет но это очень глобально такой таких мыслей меня не было потом пришло понимание что чья-то жизнь ушла в прошлое и чувство вины точно не было никакого чувства вины абсолютно ну и так далее и так далее в общем практически все комментарии крутятся вокруг этого я хочу сказать вот что я не хочу сосредотачиваться на этической стороне мясоедения вот по какой причине хотя меня опять попытались обвинить и в инстаграме и в других социальных сетях но как всегда когда речь заходит о поедании мяса почему почему именно поедание мяса вызывает столько разночтивых каких-то мнений разноречивых мнений именно поедание мяса почему по поводу поедания пирожков не идет не идет столько споров сколько по поводу мяса пирожки то как раз очень очень большой вред наносит здоровью то есть мука мучное и быстрые углеводы это на сегодняшний день очень большая опасность для здоровья то в том смысле что при переизбытке углеводов человек начинает страдать инсулинорезистентностью сахарным диабетом но и еще есть страшная вещь такая как поражение сосудов атеросклеротические бляшки инфаркты инсульты атеросклероз это страшная вещь но почему это по поводу пирожков не идет такой войны как по поводу мяса ну так вот я не хочу углубляться в этическую сторону этого этой темы в том смысле что не убей да не убей заповедь но я вижу немножко мир по-другому я вижу мир вот как мир населяют животные человек тоже в принципе относится к животным существам живым но это тоже в какой-то степени животное потому что на самом деле мы до конца наверное не знаем мы не понимаем что видит и как видит этот мир животные например медведь до или собака или корова мы наверное мы не можем проникнуть в их в их ум в их разум также как и они наверное не могут проникнуть в на в наш разум поэтому нам кажется что мы такие гуманные цивилизованные мы очень много всего понимаем об этике и морали в этой жизни а животные можно понимать гораздо больше но тем не менее человек относится к животным существам и в животном мире есть закон что сильнейший имеет право поедать слабейшего и за примерами далеко ходить не надо есть лицы которые поедают мышей но есть более крупные звери которые могут съесть лесу тот же кабан наверное может с лесу расправиться запросто и так далее примеров можно приводить несколько много то есть каждое живое существо начиная от маленькой каком-нибудь мышки там или даже еще еще меньше какому-нибудь там жучка на жучка тоже есть свой род тот род который поедает жучка тоже может стать жертвой какого-то более крупного рта и так далее так далее это закон природы и закон жизни а поскольку человек тоже относится к животным существам он тоже имеет право поедать других живых существ тем более что история история человечества она подтверждает что это было практически но всегда во всяком случае те наскальные рисунки рисунки древних людей которые археологи обнаруживают они видят они доказывают нам эти рисунки доказывают что человек древний был охотником и он охотился на мамонтов на кабанов на буйволов и так далее то есть поедание мясо все-таки было я не думаю что охота на буйволов была чистой спортивного интереса скорее всего это было ради поедания я считаю что человеческий организм универсален и он может усваивать любую еду природе своей его сделали универсальным и он может усваивать все переваривать и расщеплять вопрос только в том что с течением времени люди стали злоупотреблять едой вообще в общем и целом и люди испортили свою пищеварительную систему и поскольку произошло вот это произошел сбой сбой работы пищеварительной системы она стала работать не так как было это задумано изначально совершенно она стала работать не совершенно поэтому у человечества появилось очень много заболеваний которые связаны именно с органами пищеварения люди этого не учитывают и продолжают нагружать свою пищеварительную систему и это уже передается из поколения в поколение виной ну как бы здесь нельзя говорить что люди виноваты в том что они стали злоупотреблять едой и в том числе продуктами животного происхождения людей в этом обвинять нельзя это исторически сложилось так что периоды войн периоды голода может быть периоды каких-то более ранние времена каких-то холодных и холодных периодов когда не было растительной пищи заставили людей есть пищу впрок и появилась такая появилась такая черта у людей как жадность еде поэтому человек который хочет выживать который хочет жить и не хочет умирать он всегда подвержен вот этому вот этой черте жадность в еде я это говорю не не от того что я это так думаю от того что я это помню на себе когда еще я не занималась серьезно изменением своего питания и не думал о том что его нужно переводить на более здоровые рельсы я была очень жадной в еде и всегда были очень большие порции это всегда было желание есть много плотной еды тяжелой том числе и мясо и только потом пришло осознание что еда большом количестве вредна так вот о мясе каждая почти каждый день я читаю анкеты новых клиентов и знаете что меня очень поражает не очень поражает то что почти в каждой анкете прослеживается желание человека с одной стороны питаться полноценно чтобы быть здоровым да но с другой стороны прослеживается его гипертрофированная страсть иметь как можно больше еды в частности животного белка я сейчас говорю именно про мясо поэтому самая частая фраза которую я слышу от клиента это я стараюсь есть больше мяса потому что мне нужен строительный материал когда спрашиваешь у человека а вам доставляет удовольствие есть мясо часто как правило это три раза в день поедание животного белка это могут может быть утром творог это может быть в обед мясо а вечером это может быть рыба то есть все все три раза это животный белок когда спрашиваешь у человека доставляет кинли ему удовольствие есть животный белок каждый в каждый прием пищи и есть каждый день мясо очень часто я слышу в ответ следующее ну нет удовольствия мне это не доставляет но я так привыкла и я считаю что это нужно делать потому что человеку нужен строительный материал и вот эта вот фраза строительный материал она настолько у нас постряло в зубах она настолько набила вообще оскомину что это стало просто какой-то навязчивой идеей что нам нужен строительный материал именно в виде животного белка чтобы вы понимали я не являюсь не защитником поеду не сторонником поедания мяса не сторонником не поедание мяса я нахожусь посередине когда человек испытывает желая большое желание есть много мяса якобы в поисках строительного материала незаменимых аминокислот человек забывает о том что белок белок содержится практически в любых продуктах практически вот возьмите любой продукт даже просто пойдите в магазин да возьмите любой продукт с полки и почитайте его состав и почти везде будет таблица белки и жиры и углеводы очень многие продукты состоят именно из белков жиров и углеводов о чем это говорит о том что белок содержится не только в мясе он есть в очень многих продуктах в том числе и в растительных продуктах и в бобовых как вы все знаете и в грибах и в брокколи и в разных капустах в салатах в листовой зелени везде есть белок поэтому поэтому вот этот вопрос который часто задают веганам где вы берете белок это очень тупой вопрос белок есть везде жизнь есть существование белковых тел поэтому все что живое она все состоит из белка в том числе и растительная пища поэтому я прекрасно понимаю веганов и викторианцев которые сидят на растительной еде и не париться по поводу того где они будут брать белок они берут его из растительной пищи но раз уж мы говорим о мясе сегодня есть и другая сторона вопроса вот и и я хотел бы немножко более подробно осветить дело в том что мне нередко приходилось встречать людей которые вдохновившись идеей о том что мясо вредно и она загрязняет организм резко убирали его из своего питания и переходили на веганство или вегетарианство или сыроедение что-то в этом роде и и поначалу у них все было хорошо они испытывали эйфорию легкость у них уходил вес прояснялись мозги все было здорово все замечательно но спустя какое-то время они начинали испытывать проблемы это могли быть проблемы со здоровьем с внешним видом с отсутствием энергии и так далее и такие люди приходили ко мне на консультации просто знаю видела прям живый пример таких людей и вот вот этот случай я именно хочу на нем побольше внимания сконцентрировать потому что сама идея отказа от мяса она конечно хороша но дело в том что если человек ел его самого рождения а как известно нам уже в детских садах дают мясо и уже прикорм идет мясной до у маленьких детей то есть если человек считать самого рождения питался мясом даже еще в утробе матери и потом лет в 40 50 а кто их 60 вдруг решает с ним завязать то такое резкое завязывание с мясом может просто привести к тому что тело окажется не готовым добывать нужные ему питательные вещества из другой пищи ну в частности из сырой растительной потому что обычно считается если мы убираем мясо значит мы уже веганы там и вегатерианцы значит мы должны есть растительную пищу причем если человек ест позиционирует себя сыроедом и ест сырую растительную пищу он организм не может сразу перестроиться и из этой пищи трудно добыть какие-то питательные вещества которые раньше поступали в готовом виде с мясом человек теряет здоровье теряет силы и так далее есть другая крайность когда человек начинает питаться растительной пищи но в термически приготовленном виде то есть в вареной и там начинается другая крайность он начинаете набирать вес потому что такая пища она крахмалистая она слизе образующие и если допустим сыроед вес не набирает у него другие проблемы со здоровьем то человек который питается вареной пищи он начинает полнеть и и очень часто резкий отказ от мяса приводит тому что при нехватке определенных питательных веществ организм пытается получить какую-то энергию заместить нехватку этого мяса и начинается такое обильное поедание всяческой выпечки то есть убрав мясо человек начинает отрываться по булкам и казалось бы он сделал благое дело для себя убрал тяжелую пищу животного происхождения но введя свой рацион большое количество выпечки пусть даже и типа полезные он все равно не делает пользу для своего здоровья потому что обилие крахмалистой еды тоже не приносит ничего хорошего таким образом почему-то почему-то я крайне редко встречаю золотую середину но наверное я ее и встречаю крайне редко именно потому что ко мне приходят люди которые испытывают некоторые проблемы в поиске своей системы питания наверное если бы я не работала консультантом консультантом по питанию наверное бы я не встречала таких людей а так получается что сплошь и рядом люди которые запутались и которые не знают как им себя вести с мясом так вот по поводу мяса моя позиция следующая если вы твердо решили что мясо это продукт которому не место в вашей жизни и вы хотите его убрать вы совершенно спокойно можете убирать мясо напрочь из своего питания но при этом надо хотя бы на какое-то время на переходный период оставить какой-то другой животный белок небольшом количестве с постепенным его уменьшением этому может быть рыба это могут быть яйца и какая-то молочка то есть еще раз повторю что это должно идти на уменьшение постепенно но не резко только в таком случае организм может привыкнуть перестроиться перестроиться микрофлора а именно микрофлора в кишечнике отвечает за то чтобы мы полноценно усваивали питательные вещества из потребляемой пищи постепенно с перестройка микрофлоры ваш организм научится расправляться с такой едой с новой для него да по большей части растительной и будет себя прекрасно чувствовать и вот такой плавный переход на безмясное существование как правило ведет только хорошим результатом это и постепенное снижение веса это и улучшение самочувствия и постепенное решение всех проблем со здоровьем я знаю массу таких примеров потому что до недавнего времени мое консультирование имело такую длительную направленность то есть я консультировала полгода и больше чем полгода есть люди с которыми мы состоим в таких в отношениях в рабочих даже более года я вижу как люди плавно меняют свое питание с постепенным отказом от животного белка и ничего плохого они при этом не испытывают а получают только одну большую пользу вот это именно то 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 что я пыталась всегда сделать в своей жизни то есть когда я поняла что я хочу уменьшать количество мяса это вот было после первого условного голодания я поняла что я хочу либо убрать мясо либо уменьшать его количество я именно так и сделала я дала себе время я дала себе три года и даже более на то чтобы постепенно уменьшать количество мясной пищи ну животной пищи в своем рационе и мне это удалось и на сегодняшний день хоть я и написала такой громкий пост я трупоед на самом деле я вообще не считаю себя фанатом мяса мясо присутствует в моей жизни не потому что я его ем потому что мне нужны белки и аминокислоты и потому что оно мне нужно нет мясо появляется в моей жизни только тогда когда я чувствую очень большое большое желание съесть что-то мясное вот есть достаточно других животных белков которые мне нравятся гораздо больше чем мясо ну в частности это яйца в первую очередь и это во вторую очередь рыба и какие-то рыбные продукты ну и может быть иногда какое-то количество сыра вот этот этот животный белок мне кажется таким более приемлемым для меня моей ситуации но я не говорю что это универсальный вариант для всех каждый для себя конечно же будет решать вопрос с мясом индивидуально есть люди которые вообще не могут жить без мяса не могут обходиться без него и я прекрасно понимаю что есть и теория поедания мяса по группе крови по национальной принадлежности тоже есть такие теории да я могу с этим согласиться это имеет право на существование но каким бы ни было какой бы ни была группа крови и каким бы какой бы ни была национальная принадлежность никогда нельзя перегибать палку в поедании мяса и всегда лучше придерживаться принципа не до чем перья особенно в поедании мяса вот это наверное основное что я хотела сказать про мясо я я я почему-то думаю что постепенно я возможно вообще сведу его ну если не к нулю то к очень большому минимуму то есть сейчас как я уже сказала у меня мясо не частый гость вообще не частый гость потому что есть же другие животные белки но я думаю что вполне возможно что я сведу его либо к полному нулю либо к очень очень редкому употреблению как например я знаю есть некоторые люди ведущие здоровый образ жизни которые едят мясо один раз в год им хватает там поесть какой-нибудь шашлык на новый год и они заряжаются этим мясным духом на весь год и далее уже живут без мяса поэтому вполне возможно что я тоже приду к этому варианту и кто знает время покажет то есть нельзя загадывать ничего заранее потому что когда ты живешь и постоянно как бы следить за тем чтобы твое питание было все более и более усовершенствованным никогда не знаешь какое очередное открытие ждет тебя завтра а эти открытия как правило случаются на каждом шагу и как правило они всегда очень интересны то есть любой мой эксперимент с питанием он всегда приносил мне какие-то новые и новые очень полезные вещи я открывала для себя я видела как меняется моя жизнь именно из-за того что я либо убираю какой-то продукт либо меняю процентное соотношение и вот к этому я всегда призываю своих клиентов ну и вас тоже моих подписчиков что вы следите вы очень внимательно следите за тем как меняется ваше состояние вашего тела когда вы меняете какие-либо продукты попробуйте проведите неделю одну неделю без мяса и посмотрите что изменится у вас какие вы почувствуете изменения это очень интересно можно делать такие разгрузочные недели даже более чем недели и за неделю не нельзя получить дефицита по белку и по строительному материалу да пресловутому и по незаменимым аминокислотам за неделю ничего не случится но облегчение получить можно очень существенно и как правило вот такие посты разгрузки от мяса они как раз очень ярко показывают каково же все-таки ваше истинное отношение к этому продукту вполне возможно что вы едите его по привычке так же как это делала когда-то и я вот и совершенно в наших силах менять привычки делать их более здоровыми вот именно к этому я хотела вас призвать я сказала вам написала что я теперь попытаюсь делать мои эфиры более короткими потому что все люди заняты и не у всех есть время и возможность смотреть длинные эфиры ну вот прошло полчаса в принципе я уложилась я только хотела еще вам зачитать некоторые смешные комментарии в других социальных сетях вот например в контакте Наталья Ускова пишет а потом пришла Марва Агонян и увела и увела вас в увлекательный мир освобождения от трупных ядов вот я бы вообще дала бы наверное первое место этому человеку ничего не было вы выжили и потом чудесным бесплатным образом подвалила еще и зелень и фруктов и овощей вот это вот про Марву Агонян мне очень понравилась фраза так что еще в одноклассниках а ну тут меня обвинили опять что я там на веганов что-то телегу качу ну как всегда вот ну и так что же нам делать с комментариями в инстаграме я все-таки думаю что наверное я отдам первое место вот этому бриллианту написано так все очень грамотно и по теме и без лишнего без лишних этих присваиваний мне каких-то других симптомов поэтому если бриллианту ну нужна моя консультация можно написать мне в директ и мы договоримся если не нужна ну значит тогда можно подарить какому-то другому человеку если у вас есть вопросы я сейчас полистаю посмотрю я отвечу если нет тогда я могу закончить сегодня сегодня чуть больше людей на эфире чем обычно обычно до 30 не дотягивает а сегодня 31 аж целых из чего я делаю вывод что видимо это тема мяса многим людям близка это действительно так это один из наших основных продуктов и еда по поводу мяса всегда ведется очень много споров но я надеюсь вы меня очень хорошо поняли и услышали да как это принято сейчас говорить что я все-таки за золотую середину я за разумный подход я за периодические воздержания от мяса вплоть до его полного отказа при условии если вы хорошо подготовите к этому свое тело то есть не бросаться ни в какие крайности резко готовить себя помню о том что наше наше тело это такая машина но машина очень тонкая который нужен трепетный подход я благодарю вас что вы были сегодня на моем эфире и напоминаю вам что с 5 по 7 октября пройдет мой марафон три дня с баей на котором я погружу вас в свой мир моего питания моего здорового образа жизни ну и так далее все это есть в анонсах можно почитать и по ссылочке в шапке профиля я приглашаю вас принять участие в этом увлекательном марафоне с утра и до вечера вместе со мной в прямых эфирах которые конечно же будут в записи их можно будет смотреть в любое время в записи в закрытом аккаунте инстаграм и каждый участник марафона получает в подарок три моих книги одна книга это об опыте условного голодания вторая книга о правильном выходе из него и третья книга это 100 простых и полезных рецепт которые мне помогли перейти на естественное питание благодарю вас за участие в эфире до следующей встречи всего доброго до следующей встречи